Заправляю сейчас пароварку. Смотрите, сюда налила воду, устанавливается такой стакан, затем вот такая вот штукенция. Здесь почищенная морковь, свекла и картофель. Но морковь я не все буду делать, поскольку морковь надо отложить для того, чтобы сегодня Кирилл и родители готовили кабана. Максим, папа Кирилла охотник, поэтому дичь, мясо, готовить мясо это его стихия. Так что сейчас устанавливаю полностью пароварку. Нижний ярус самый большой. Сюда я положу свеклу, потому что она открашивает, и чтобы она не открашивала все овощи. И положу две морковки. Затем устанавливаю следующий ярус. Нет, не этот. Я не права. Давно, давно я готовила. Так, этот ярус должен стать вот на этот. Переделываем. Видите, редко готовлю, поэтому быстро забываем. Свекла, морковь. Следующий ярус. Идет картофель. Ну что, справились, да? Накрываю. Так, вот этим сюда, чтобы пар выходил. Видите, она у меня уже такая, она ладан дышит. Вот именно поэтому мы купили вторую такую пароварку. У нее немного другие ярусы. И если у меня здесь пластиковое дно, то у второй пароварки два яруса всего, и здесь вот металлическая. Вот. А у меня вот так. Запускаем. Запускаем на 60 минут. Потому что в любом случае вот этим овощам, картофелю и свекле надо приготовиться побыстрее. Им нужно побольше времени, чем картошки. Картошку раньше снимем. Ну и надо следить, подливать воду до уровня. Прошел час, выключилась только что мультиварка. Сообщила, что все, она отработала. Проверяю. Ну да. Все, картофель готов. Вынимаю. Горячую беру руками, чтобы быстро руки остыли. Беру за холодную тарелку и снова. Все. Проверяем на готовность морковь и свеклу в самой плотной, толстой части. Все готово. Достаем. Не знаю, здесь у меня получится так лихо. Получится. Раз. Тык-тык-тык. Хоба. Все, овощи остывают. Ставлю на стол. Здесь прохладно, окно открыто. Сейчас быстро остынут и буду нарезать. Картошки, я думаю, много. Возьмем три штучки. Вообще, я люблю оливье. Вообще, я люблю, как его, винегрет. Без картофеля на самом деле. И всегда делала без картофеля. Но попробовала где-то недавно. Был с картофелем. Решила в следующий раз тоже так сделать. Я думаю, вот этих трех штук будет достаточно. А это можно просто морковочка, да, Сим? Можно просто порезать, солью посыпать. Если есть у вас селедочка или лучок, положить сверху. И будет очень вкусно. Здравствуйте. Это у нас морковный и оливковый наркоман. Он так любит морковь. Да, Саша? Ой, Саша. Сим. Сим. Больше, чем мышей. В общем, любит Сим морковь и оливки. Что я делаю? Значит, у меня здесь чуть меньше чайной ложки муки в 400... 400? Правильно? Или 400 миллилитров воды. Будет килограмм муки. Сюда у меня целый килограмм не влезает. Поэтому я взвешиваю частями. Отправляю все сюда. Мне неудобно, конечно, тут это все и снимать вам, и делать. Так что... Осталось 400 грамм муки добавить. И как-то так, не знаю. Будем смотреть. Сюда сейчас налью водичку. И потом добавлю остатки муки. И говорят, соль, вода и мука, яйцо и масло не надо. Но я масло все-таки дам, потому что понимаю, что эластичность масло все-таки придает. Хотя говорят, что от масла, наоборот, тугое тесто. Я этого не понимаю. Объясните мне, как может от масла быть тугое тесто. От яйца еще понимаю, но от масла нет. Слушайте, дам одно яйцо. Не верю я в этот рецепт. Боюсь испортить. Яйцо все-таки одно дам. Так, одно яйцо. Как-то неудачно оно мне разбилось. Наливаю масло. В оригинальном рецепте, да, идет вода, полтора килограмма муки, 400-600 миллилитров воды и чайная ложка плюс-минус соли. Ну, не знаю. У меня сейчас нет права сильно на ошибку, а такое тесто я знаю. Досыпаю остатки муки. Пока мы тут готовим, Саша подстригла. Скажет, Саша, как ты так после стрижки такая лохматая, не уложенная, без укладки? Там ветер. А тут, слушай, ну ты вот увидишь. А, она тебе делала ровный срез просто? Да. А ты за ухо завела, и у тебя получилось неровно сейчас? А, ну типа такая она так всегда была у меня. Ну иди сюда. Ну и че, ты довольна? Да. Слушай, блин. Саш, иди вот тут посмотри, мне кажется, что-то неровно. Господи, ты меня за... Ты видела, как у меня та стрижка отросла? У меня все вот так вот было. А, ты перевела на другую сторону, да? Ну, короче, если ты будешь вот так вот делать, вот грубо говоря, вот так, неровный срез будет. Ну и ладно. У меня-то, кстати, вообще, у меня, думаю, какую стрижку мне сделать, если я по-другому укладываю, мне неровно. Вот, когда это тоже у меня постригло, она меня... Она меня с прямым стригла. Я думаю, типа, попробую вот этот сделать, пробор боковой. Вот, потому что иногда могу его сделать, потому что он прикольный. Вот, и все. И тут такая дисбалансина. Ну, почему? Ну, это как бы... Ну, ладно. Вот. Ну, нормально, будем смотреть дальше. Сколько стоит? Пятьсот рублей. Умудрилась? Бабушка Ира. Пятьсот рублей? Пятьсот. Похоже на бабушку Ира. Пятьсот? Пятьсот. Карри играла в глаза? Вот сейчас на другую, а бабушка Ира движет. Ну, вроде одного рода. Давайте снимать. вот тесто я в нем сомневаюсь саша тоже мама сказала что она потом слепится чё вы ну вот в общем посмотрим девчонки первый раз сделала тесто в хлебопечке хочу сказать нет не первый раз тесто нет вот именно переменная вот это варенье варенье с уточнениями все сразу понятно становится мне кажется она еще мягче станет но по крайней мере она эластичная к рукам не прилипает вот посмотреть масло я дала не тугое она сейчас расстается в холодильнике и будем делать химкарики скажу сразу вода у меня была теплая в чайнике было теплое кипячем я не стала холодно делать есть рецепт где берут прям ледяную воду есть рецепт где холодная вода вот в тесто добавляется на полчаса убирается в морозилку затем достается снова вымешивается затем убирается на четыре часа в морозилку дефростируется потом в камере обычного холодильника и затем тесто готовится я как-нибудь попробую сделать мне интересно я примерно понимаю какой там заложен смысл но я вот сделала вот такой сейчас посмотрим буду мне кажется еще домешивать муку уже вручную но это уже будет проще так что все отправляю холодос винегрет у меня уже готов я сюда добавила еще квашеную капусту здесь вашу кастрюлю перемешиваю сейчас миски к кастрюле переложу и в общем то все с этим делом все окей началась игра началась началась трансляция скоро будет игра еще восемь минут но мы уже включили на телевизоре сидит болельщик да потому что ты вот это вот всегда вот так началась ну а там еще ворота не поставили а у нее уже игра началась все выиграет уже болеет во все сейчас сейчас буду раскатывать тесто ну как подмешать надо муку немножечко вот тесто постояла сейчас минут 20 но немножко мягонькая может быть я лишних дала 50 грамм воды возможно но каждый раз поведение муки не предугадать поэтому буду сейчас раскатывать тесто отлично не пристает к пакету сейчас подмешаю муку и положу немножечко еще в холодильник игорь сказал давайте помогу но потому что стоит уже чуть ли не пукает тут от напряжения вижу что тяжело и вот не скажет никогда суши помоги мне не получается это мне тяжело не будет стоять вот это вот умирать а потом будет говорить ой я так устала прям не могу а попросить о помощи не не варик тугой ну то сейчас мы его еще минут на 20 холодус пощуп собирается ну надо еще давай как у тебя сделаю подмешать дорожку вмешиваем муку потом на расстойку смотрите натанцовывает довольная у нее получается ну вот у вики получается то что она хотела но еще рука не набита рука еще набьется а в это время тут вот не силово тут все дела вон парни не могут договориться и все такое это нормально это нормально для хоккея ребята играют мы болеем вот посмотрите с какой любовью она там все это вот этот примацкивает как она говорит вот это вот раз обрезала и вот у нее штучка получилось мешочек теперь этот мешочек на досочку и когда мы доску заполнил мы и отправим в морозилку ждать собственно своего часа час придет как только приедут гости в пароварку и все она просто кукмарить будет и все а как ты пароварить она и будет варить потому что у нас не потому что будем архии и этой самой да да ну вот погнали дальше тесто очень хорошая хочу сказать действительно в следующий раз попробую прям с кипятком она не пристает ведет себя очень очень даже послушно но я немножко муку подсыпаю потому что она закручивается на скалку и бывает соединяется но если вдруг где-то вот залом можно легко отклеить прям первый раз в жизни у меня такое вот тесто послушными в этом плане я даже не боюсь вот так вот блин на блин положить вот чуть-чуть муку подсыпаю можно и без нее видите немножко с прилипает но легко отходит так что все раскатываем и дальше первый противень уже готов осталось еще четыре и все вот произошел залом легко расправилось и все чуть-чуть краски чуть-чуть к скалке при пристал мы лепнину наши завершились вот так когда у хозяйки что-то с руками почему большому куску и рот радуется это для гостей отлично еще приготовила сейчас открыла две баночки супер перец сладкий нашей мамы от мамы игоря в общем от родителей добавила сюда вот чесночок порезала какой он красивый какой вкусный вы не представляете это просто а у меня есть рецепт зато теперь вот так ставлю сюда на стол а здесь я открыла сливы вот в общем наши вяленые вот так вот они выглядят очень ароматно и здесь сладкий перец тоже сейчас ставлю на стол у меня здесь уже вырисовывается картина праздничного стола слушайте праздничный стол в общем здесь винегрет но какой-то он скорее морковник получился обычно винегрет у меня более свекольный здесь закусочка здесь пьяная вишня на коньяке тут перцы помидорцы и сливы здесь сливы и яблоки тут надо открыть побольше сейчас окошечко а тут я делаю закусочку я сейчас когда делала винегрет у меня остались две картошечки смотреть но в эту тему уже знаете так я уже готовила подобную закусочку картошечка очень вкусная и и так можно с солью съесть а можно что-то придумать оригинальную лучок и выкладываем селедочку как раз на два укусы вот такую закусочку я приготовила очень даже вкусно можно посыпать перчиком и под любые напитки пожалуйста довольно таки приятно все в общем у меня здесь все готовы вы в курсе что мы собирали как собирали и отдельно будем варить хинкали варить будем в кастрюлях и уже порционно в тарелочке подавать я уже здесь большой в кукмаре лавровый лист кинула душистый перец горошек соль немножко масла дала и сюда тоже так что вот так это считаете самая большая кастрюля у нас сейчас на 9 литров или на 10 не помню и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»